Закон бумеранга, как мировая экономика стала полем боя, а санкции Запада вышли из-под контроля. В выходящем году в информационном пространстве, безусловно, темой номер один стал украинский кризис. Но не меньше внимания в 2022-м мировые СМИ уделяли экономической войне, беспрецедентной по масштабам, непредсказуемой в своих последствиях, затягивающей в себя не только стороны конфликта, но буквально весь мир. И главным оружием в этой войне стали санкции. Чем это обернется для мира, еще предстоит оценить. Но уже сегодня очевидно, что санкционный вирус вышел из-под контроля своих творцов. Как санкции отразились на Европе, США и остальном мире? Почему выстояла Россия? Может ли экономическая война расколоть Запад? Что ждет впереди мировую финансовую систему? На этот раз в своем обзоре Белта собрала материалы крупнейших зарубежных СМИ, которые, как и мы, подводят сейчас итоги года, делают выводы и пробуют ответить на волнующий всех вопрос. Что же будет дальше? Почему санкции против России острадает весь мир? После начала конфликта в Украине западные страны вступили в масштабную экономическую войну с Россией. За прошедшие 10 месяцев только один Евросоюз ввел против Москвы 9 пакетов санкций. На последнем, к слову, стало очевидно, что возможности европейских стран исчерпаны. Санкции достигли своего потолка, и каких-то новшеств можно не ожидать, признал на этой неделе еврокомиссар Виргиниус Синявкичус. А вот что в интервью медиасети Евростив заявил главный советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан. «Прежде чем мы согласуем 10-й или 11-й пакеты, мы должны сесть и серьезно обсудить последствия санкций. Необходимо соизмерять, какой вред ограничительные меры могут относить России и Европе», – добавил чиновник. И если европейские политики все еще размышляют о масштабах ущерба от санкционного бумеранга, то западные СМИ уже давно активно пишут о бездержках экономической войны. И не только для ЕС, но и для стран Африки, Азии, Латинской Америки, которые никак не связаны с событиями в Украине. Рекордная инфляция, дороговизна и нехватка энергоресурсов, продовольственные и топливные кризисы, закрытие крупнейших предприятий, нарастание социальных волнений. Санкции, направленные против России, словно вирус, начали поражать всех и вся – от беднейших стран планеты, да еще недавно процветающих государств, которые ошибочно полагали, что накопленные богатства смогут их защитить от любой турбулентности в мире. Европа потеряла примерно триллион долларов из-за резкого роста цен на энергоносители в результате конфликта в Украине. И самый глубокий кризис за последние десятилетия только начинается. «Чрезвычайная ситуация может затянуться на годы», – пишет Блумберг. Само собой, не конфликт в Украине стал причиной роста цен на энергоносители, а, опять же, санкции, которые Европа ввела против российских нефти, газа и угля. Финансовые возможности государств уже на пределе. Примерно у половины стран-членов Евросоюза долг превышает предельное значение в 60% от валового внутреннего продукта, – продолжает Блумберг. Для таких стран, как Германия, которые полагаются на доступную энергию для производства продукции от автомобилей до химикатов, высокие затраты означают потерю конкурентоспособностей по отношению к США и Китаю. «Санкции Европы в отношении России – это выстрел в ногу», – так звучит заголовок статьи в американском издании Project Syndicate. В материале анализируются последствия санкционной политики против России для европейских стран. «Санкции становятся равносильными самобичеванию», – пишет еще одно издание. «Ограничительные меры становятся важным инструментом внешней политики Запада. Их цель – причинить существенную боль противнику, а не вредить инициаторам». Однако оказалось, что санкции Евросоюза против России этому условию не отвечают. По мнению авторов статьи, главная проблема для Европы заключается в импорте природного газа. До начала украинского конфликта страны ЕС импортировали голубое топливо из России. Однако теперь им приходится делать ставку на СПГ. Жиженный газ и ранее был недешевым. С начала украинских событий его стоимость выросла более чем в два раза. Это создает серьезные проблемы для промышленных предприятий Европы. Решение Европы отказаться от российского газа уже повысило вероятность глубокой рецессии. Стремительно растущие цены на газ, которые сейчас в 14 раз выше, чем два года назад, подстегнули инфляцию и дестабилизировали финансовые рынки еврозоны. Таким образом, экономика Европы находится на грани спада. Стоимость жизни резко возросла. Нависла угроза веерных отключений электроэнергии, перечисляет американское издание. Проджект-синдикат приходит к выводу, что ЕС слишком долго считал, что торгово-экономическими отношениями можно управлять, не обращая внимания на соображения внешней политики и безопасности. Украинский конфликт показал несостоятельность подобного подхода. Приняв поспешное решение отказаться от поставок российских энергоносителей, ЕС совершил крупную стратегическую ошибку. Европа переживает тяжелейшие испытания за последние 45-50 лет. Это такой вызов, который ставит правительство перед трудным выбором. Снабжать энергии домохозяйства или промышленность, пишет турецкая газета Сабах. Издание отмечает, что масштабного кризиса в Европе пока еще нет. Однако по-настоящему серьезные проблемы могут настигнуть европейские страны в следующий отопительный сезон – 2023-2024. Немецкое издание Handesblatt подсчитало, что экономика Германии по итогам года недосчитается порядка 100 миллиардов евро из-за колебаний цен на природный газ и снижение поставок. Издание отмечает, что кроме России Германия может закупать газ в Норвегии и Нидерландах. Однако эти две страны не способны компенсировать российские поставки. Поэтому Германии придется закупать дополнительно СПГ, которые гораздо дороже. Германия сделала ставку на развитие зеленых технологий. Тем не менее, пишет Handesblatt, переход на зеленую энергетику сопряжен со сложностями и не может дать быстрого эффекта. Издание также отмечает, что Германия, пытаясь избавиться от газовой зависимости от России, в конечном итоге начнет зависеть от других стран. Например, от Китая, у которого закупает до 95% солнечных батарей. Примечательно, что за европейские санкции приходится расплачиваться и тем странам ЕС, которые выступают против санкционной политики Брюсселя. В частности, такой страной является Венгрия. На этой неделе издание «Интерия» сообщило, что венгерские магазины в преддверии рождественских праздников ввели ограничение на продажу продуктов питания первой необходимости, на которое правительство установило потолок цен. Список включает муку, молоко, яйца и картофель. Венгерское правительство утверждает, что виной всему санкции, введенные против России. «Высокая инфляция, рост стоимости жизни, нехватка основных продуктов в магазинах – все это крайне негативно сказывается на общественных настроениях», – отмечает издание. Западные санкции привели не только к энергетическому, но и продовольственному кризису в мире. При этом прежде всего страдают беднейшие страны. «Экономические санкции против России серьезно сказались на глобальной продовольственной безопасности», – пишет японское издание. В Азии из-за нехватки продовольствия больше всего страдают испытывающие финансовые затруднения Шри-Ланка и Пакистан. Индонезия и Мьянма также в значительной степени зависят от поставок зерна и удобрений из России. На долю России и Белоруссии приходится в общей сложности чуть менее 40% мировой добычи калийной руды. От поставок удобрений из этих стран зависит урожай в азиатских странах. Запад должен скорректировать антироссийские санкции. Иначе продовольственный кризис серьезно ударит по бедным слоям населения в странах Азии, – отмечает японское издание. Украинский кризис и ужесточение западных санкций против России привели к перегруженности портов и закрытию воздушного пространства, что усилило нагрузку на морской, воздушный и наземный транспорт, – пишет Синьхуа. Продолжает усиливаться дефицит в таких отраслях, как энергетика и производство автозапчастей, полупроводников, продуктов питания, которые долгое время зависели от трансграничных перевозок. Хотя украинский кризис сильно повлиял на восстановление мировой экономики, больше всех выиграли от этого кризиса США, – продолжает Синьхуа. Когда Европа была на пике энергетического кризиса, США погрели руки на чужой беде. Захватили европейский энергетический рынок и стали продавать СПГ по высоким ценам. Согласно сообщениям различных европейских СМИ, американские компании могут заработать более 100 миллионов долларов с каждого танкера СПГ, следующего в Европу. Однако и в Америке не все так гладко. Еще летом глава Минфина США Джанет Йеллен признала, антироссийские санкции провоцируют рост цен на продукты питания и топлива на американском рынке. Все это вылилось в рекордную инфляцию в США и снижение ВВП. Власти страны не исключают наступление рецессии в 2023 году. Как Россия смогла выстоять? Западные страны в экономической войне рассчитывали на Блицкриг. Однако история показывает, что с Россией Блицкриги не удаются. В этом году российский рубль был признан самой эффективной валютой в мире. Страна заканчивает год с рекордным профицитом торгового баланса. Удалось взять под контроль и инфляцию, которая в первый месяц после начала спецоперации в Украине находилась на пиковых значениях. Западные СМИ до сих пор пытаются осмыслить российское экономическое чудо. Кто-то пишет, что Россия выстояла благодаря грамотным финансовым мерам. Кто-то видит причину в значительных доходах от продажи нефти и газа. Есть и теории, что Москва все продумала еще до начала конфликта в Украине и в итоге обвела Запад вокруг пальца. И все же многие западные журналисты не теряют надежды, что однажды в будущем санкции все же возымеют свой эффект. Профицит бюджета России увеличился в ноябре более чем в четыре раза, несмотря на финансовые потери, вызванные конфликтом в Украине, пишет Bloomberg. До сих пор правительству удавалось и без особых проблем покрывать свои потребности в финансировании, используя фонд благосостояния и увеличивая заимствования на внутреннем рынке. Российская экономика избежала самых драматичных прогнозов западных экономистов о влиянии санкций, пишет британская газета Financial Times. Хотя Россия в значительной степени отрезана от глобальных банковских и платежных систем, экономика смогла переключиться на заранее подготовленные запасные варианты. Financial Times отмечает, что высокие цены на энергоносители позволили Россию увеличить доходы бюджета, что помогло российскому рублю оправиться от резкого падения по отношению к доллару. Издание также обращает внимание на профессионализм людей, которые находятся в команде российского президента, прежде всего работников финансового сектора. Американское издание The Diplomat пишет, что санкции Запада открыли для России новые энергетические перспективы. С уходом европейских партнеров и покупателей Россия делает ставку на Китай и Индию, рассчитывая на их помощь в реализации энергетических проектов в Арктике. На смену европейским партнерам пришли азиатские. Они придали импульс развитию уникальной артерии – Северного морского пути, который поможет Путину достичь грандиозной цели, пишет издание и на СМИ. Китайское агентство Синьхуа отмечает, что после начала украинского кризиса Запад ввел несколько пакетов санкций в отношении России, затрагивающих финансовую, торговую, энергетическую и другие сферы, что привело к резким колебаниям на российском финансовом рынке, росту цен и усилению нестабильности в цепочке поставок. Однако, поскольку Россия приняла ряд контрмер, российская экономика в настоящее время в целом стабильна. Аналитики считают, что, пережив серию потрясений, таких как резкое колебание курса рубля в начале года и уход большого числа западных компаний с российского рынка, Россия усилила макроэкономическое регулирование и в короткие сроки стабилизировала финансовую систему и экономическую ситуацию. Кроме того, на фоне зависимости европейских стран от российских энергоресурсов и других сырьевых товаров, а также рост российского экспорта в Азию и Африку, Россия по-прежнему в значительной степени сохраняет позиции в мировой торговле, приходит к выводу Синьхуа. Почему идея с потолком цен не сработает? Страны G7, ЕС и Австралия после долгих обсуждений все же утвердили потолок цен на поставляемую морем нефть из России. Решение вступило в силу 5 декабря. С 5 февраля 2023 года будут также действовать предельные цены на нефтепродукты, параметры которых установят позже. ЕС 22 декабря также официально утвердил динамический потолок цен на природный газ, который начнет применяться с 15 февраля следующего года. Еще до принятия решения по потолку цен на нефть и газ, западные эксперты прогнозировали, что подобное вмешательство в рыночные механизмы может привести к непредсказуемым последствиям. В Москве предупредили, что такими темпами на Западе вскоре вообще не увидят российские углеводороды. Вот что пишут об этом мировые СМИ. Запад хочет получить свой кусок пирога от ограничения цен на российскую нефть, пишет For Agent Policy. Но любой, кто думает, что это серьезно ударит по доходам России от продажи нефти, будет разочарован, считает издание. Предельная цена, согласованная Европейским Союзом и одобренная G7, недостаточно смелая, чтобы существенно повлиять на доходы России. Стремление Европы ограничить цены на природный газ угрожает снизить поставки в регион и усилить энергетический кризис, пишет Bloomberg. Поставщики СПГ будут делать выбор в пользу покупателей в Азии, если цены там превысят предельное значение в Европе. Введение потолка цен на нефть из России станет крахом для Запада, пишет издание The Hill. Издание отмечает, что введение потолка цен грозит США и странам Европы историческим фиаско. Также подчеркивается, что из-за нехватки свободной нефти на мировом рынке существует угроза значительного роста цен на энергоресурс. Введение европейскими странами запрета на покупку нефти из России, поставленной морским путем, и потолка цен на черное золото может обернуться дефицитом сырья и резким подорожанием. Такой прогноз сделал британский журнал The Economist. Издание отмечает, что если Россия перестанет поставлять свою нефть на мировые рынки, цены на нее резко вырастут. Такая ситуация прежде всего нанесет ущерб западным потребителям. Еще одна проблема заключается в ограниченных возможностях западных стран контролировать мировой рынок нефти. Так, ряд стран, включая КНР, Индию и Индонезию, не намерены поддерживать антироссийские санкции и могут найти альтернативу западным страховщикам. Издание «Политика» отмечает, что критики называют потолок цен на газ в Европе политической иллюзией. Издание отмечает, что из-за резкого похолодания в декабре уровень газа в Европе сократился до 84%. Это довольно комфортный уровень для этого времени года. Но остается вопросом, как потолок цен будет влиять на мировой рынок газа весной и летом, когда европейские страны снова вступят в гонку в попытке заполнить подземное хранилище. Год будет уже новый, но энергетический кризис – старый. А вот что пишет индийская газета Times of India. Потолок цен на экспорт нефти из России вряд ли сработает. Индия должна действовать в своих национальных интересах. Это лишь говорит о том, что санкции являются грубым инструментом, который в конечном итоге наносит ущерб странам, не имеющим отношения к проблеме. Побочные последствия санкций затрагивают многие страны с формирующейся рыночной экономикой. Китайское издание Женьминь Жибао и вовсе полагает, что Европе в конечном итоге придется заняться контрабандой российской нефти для обхода своих же санкций. Европейские трейдеры будут тайно транспортировать нефть по морю, пишет издание. Все это может привести к формированию теневого рынка. Европа сильнее всех пострадает из-за введения потолка цен на российскую нефть, пишет еще одно китайское издание Global Times. Европа должна быть готова к увеличению счетов на электроэнергию и, как следствие, к невыносимому бремени для своей экономики, отмечает издание. В чем ЕС обвиняет США? Последовав призыву США выступить единым фронтом против России, европейцы подписались на санкционную авантюру. Еще в марте, во время европейского турне, президент США Джо Байден заявил, что Европа должна избавиться от энергетической зависимости от России. Вашингтон готов в этом помочь. Однако в сентябре британское издание Financial Times сообщило, что американские компании не смогут увеличить поставки сланцевых нефти и газа в Европу достаточно быстро, чтобы помочь и справиться с энергокризисом предстоящей зимой. Но даже тот американский газ, который достигает берегов Европы, обходится европейским потребителям весьма недешево, ведь США продают СПГ европейцам в разы дороже, чем собственным производителям. Многие годы за счет дешевых энергоресурсов, импортируемых из России, страны ЕС развивали и укрепляли свои экономики. Понадеявшись на американских союзников, европейцы разорвали отношения с Москвой и теперь пытаются преодолеть ряд негативных последствий. И словно этого мало, Вашингтон преподнес своим «друзьям» еще один сюрприз в виде закона о снижении инфляции, который предлагает огромные субсидии американским производителям. Это серьезный удар по европейским компаниям, которые сейчас и так вынуждены работать в условиях высоких цен на газ и электроэнергию. Французская газета Le Figaro пишет, что европейские компании уже начали массово переводить бизнес в Соединенные Штаты, где условия для работы более выгодные. Издание отмечает, что американский закон о снижении инфляции делает промышленность в Европе неконкурентоспособной по сравнению с США. К тому же в Соединенных Штатах в разы ниже цены на энергоносители, поэтому компаниям гораздо выгоднее развивать там свой бизнес. Некоторые видят в этом опасность новой волны массовой деиндустриализации Европы в интересах США. Тем более, что к закону о снижении инфляции добавился закон о чипах, субсидирующий микропроцессорную промышленность в США, отмечает газета. Политика, которую проводит нынешний американский лидер Джо Байден, разочаровывает европейцев. В странах ЕС от президента Соединенных Штатов ожидали перезагрузки отношений, но вместо этого получили угрозу торговой войны, пишет газета The Independent. Издание приводит слова замглавы Еврокомиссии Маргрет Вестегер, которая заявила, что на европейском континенте уже идет конфликт и торговая война США. Это то, что сейчас нужно меньше всего. Издание также полагает, что в перспективе между ЕС и США может разогреться полноценная торговая война. Это произойдет, если Брюссель обратится к ВТО с жалобой на Вашингтон, ведет санкции или же вступит в войну субсидий, предоставляя европейским компаниям льготные условия, как это делают сейчас США. Американская газета The Wall Street Journal пишет, что связи Европы-США начинают расшатываться из-за политики последних в энергетической сфере. В Евросоюзе полагают, что шаги Белого дома не способствуют разрешению энергокризиса в США, что наносит удар по европейской промышленности. В частности, недовольство европейских стран вызывают цены на американский сжиженный природный газ, который значительно выше стоимости российских энергоносителей. Это отбрасывает тень на отношения ЕС и Вашингтона. Решение администрации Байдена субсидировать американскую промышленность несет серьезные угрозы для европейского бизнеса. Если Еврокомиссия не предпримет экстренных мер по финансированию ключевых отраслей, то Европа рискует превратиться в промышленную пустыню. Об этом говорится в статье американского издания «Политика». А вот что пишет итальянская газета об американском законе о снижении инфляции. «Белый дом» пропагандирует единство западного лагеря перед лицом глобальных кризисов, вызывает к нему в разгар украинского конфликта, говорит об общих ценностях и демократии, но вместе с тем продвигает экономическую интервенцию, которая ведет к настоящей экономической войне в стратегических секторах со своим так называемым основным партнером – с Европой. Как меняется мировая финансовая система? Западные санкции, в частности блокировка российских активов и отключение банков РФ от SWIFT, значительно подорвали доверие к доллару как к резервной валюте, а также поставили вопрос о необходимости преобразования мировой финансовой системы. Доллар безраздельно господствовал в качестве мировой резервной валюты на протяжении десятилетий. Но, по мнению многих экономистов, эпоха доминирования американской валюты подходит к концу. О том, что беспрецедентные финансовые санкции, введенные против России, угрожают постепенно ослабить господство доллара США и привести к фрагментации международной валютной системы, ранее заявляли в МВФ. В фонде отмечали, что радикальные меры, введенные западными странами в отношении России, включая санкции в отношении Центробанка РФ, могут способствовать возникновению небольших валютных блоков, основанных на торговле между отдельными группами стран. Еще в августе газета Financial Times писала, что санкции США против России показали, насколько сильно Вашингтон может влиять на мир, приводимый в движение долларом. Многие страны в таких условиях начинают в ускоренном порядке искать другие варианты. Крупнейшие экономики Юго-Восточной Азии все чаще рассчитываются друг с другом напрямую, избегая доллара. Малайзия и Сингапур относятся к числу стран, которые договорились о таких расчетах с Китаем. Пекин также предлагает помощь в юанях странам, столкнувшимся с финансовыми трудностями. «Сентробанки от Азии до Ближнего Востока организуют двусторонние линии валютных свопов с той же самой целью – снизить зависимость от доллара. Возможно, следующий шаг будет не в сторону единой резервной валюты, а к валютным блокам», – отмечала Financial Times. О том, что доллар США является проблемой для всего мира, пишет и Синьхуа. Вашингтон использует свою национальную валюту в качестве оружия, извлекая для себя выгоду. Долгое доминирование доллара позволяло США диктовать условия в сфере торговли и финансов на протяжении последних 70 лет. Однако оно постепенно ослабевает, – отмечает Синьхуа. У доллара вот-вот истечет срок годности, – считает турецкая газета «Сабах». Перевод статьи публикует и на СМИ. Издание отмечает, что санкции, введенные против России, лишь ускорили уход от долларовой системы. Сегодня такие страны, как Китай, Индия, Россия, Турция и Иран начинают вести торговлю в национальных валютах вместо доллара, прежде всего в энергетике, а также в других областях. Отказ Азии от доллара заставляет США зажимать Европу в долларовые тиски. В этом контексте экономические санкции, введенные под предлогом украинского конфликта, имеют жизненно важное значение для продолжения господства доллара на европейском континенте. Однако шаги России и Китая, направленные на дедолларизацию, расстраивают планы США. Уклонение от доллара получает интенсивную поддержку со стороны Евразии. Сегодня многие страны региона с населением в 5,3 миллиарда человек используют в торговле свои валюты в обход американских денег. Эта тенденция является признаком того, что глобальная империалистическая система, основанная на долларе, изживает себя. Одним словом, балансы в мире радикально изменятся, заключает Сабах. О том, что Россия и Китай выступают за коренное преобразование в мировые финансовые системы, пишет аналитическое издание The National Interest. В долгосрочной перспективе сближения России с Китаем, который разрабатывает альтернативные доллару финансовые системы, позволит Москве выстоять в условиях санкции, если Запад придумает новые меры. Россия не намерена возвращаться к своему участию в международной системе, возглавляемой США, поскольку она убеждена, что будущее принадлежит Китаю, пишет издание. На фоне западных санкций Россия приходит на китайскую валюту, а юань становится новым долларом, пишет Reuters. Финансовый разворот России на восток может не только стимулировать трансграничную торговлю и стать крепнущим экономическим противовесом доллару, но и ограничить экономическое давление Запада на Москву, отмечает агентство. Администрация Байдена допустила ошибку, превратив доллар США и в целом мировую платежную систему в оружие. Некоторые из крупнейших экономик мира уже начали искать способы обойти американскую валюту, пишет Bloomberg. Небольшие страны, в том числе Азии, также экспериментируют с дедоларизацией, хотя сравнительно недавно было трудно представить, что страны будут искать механизмы для обхода американской валюты или платежной системы SWIFT. Россия и Китай значительно ускорились в продвижении своих валют для осуществления международных платежей, в том числе за счет использования технологии блокчейна. Россия, например, начала требовать оплату за свои энергоносители в рублях. Ряд стран активизировали переговоры с Китаем по использованию юаня в международных расчетах. В Индии заговорили об интернационализации рупии и приступили к созданию двустороннего платежного механизма с ОАЭ. Основной движущей силой этих изменений стало стремление США и Европы отрезать Россию от глобальной межбанковской системы SWIFT, пишет Bloomberg. Это имело два последствия. Во-первых, санкции США в отношении России усилили опасения, что доллар может стать политическим инструментом. Это беспокойство разделяют не только Пекин и Москва. Например, Индия разрабатывает собственную платежную систему, которая частично повторяет SWIFT. Во-вторых, решение США оказывает дополнительное давление на экономике Азии. Без какой-либо альтернативной платежной системы они рисковали бы приводить в исполнение санкции, с которыми они согласны, и лишиться торговли с ключевыми партнерами. Готовность правительства США использовать свою валюту в геополитической борьбе дает обратный эффект. Санкции США в отношении России подталкивают страны мира идти своим путем, заключает Bloomberg. Американская валюта, конечно, не уйдет в закат одномоментно, и некоторое время США продолжат доминировать. Однако процесс трансформации запущен, мир движется к многополярности, будь то политика или экономика. И по иронии судьбы, западные санкции, призванные подчинять целое государство и сдерживать их развитие, лишь ускорили эти изменения. Санкции запустили процессы, которые ни США, ни Европа больше не могут контролировать. Похоже, это и есть закон бумеранга в действии.